Рад всех приветствовать. Этот доклад не такой технический, как предыдущий от моего коллеги. Этот доклад ориентирован на разработчиков бэкэнд-систем в основном, потому что у нас достаточно большое количество клиентов, и все они совершают одни и те же ошибки. О них я вам расскажу, и расскажу, к чему фатальному и плохому ведут эти ошибки. Почему совершаются такие ошибки? Совершаются они по двум причинам. Навозь, может так прокатит, и от незнания каких-то механизмов, которые происходят на уровне между базой и приложением и в самой базе. Я вам три примера приведу с ужасными картинками того, как все стало плохо. Кратце расскажу о механизмах, которые там происходят, и как с ними бороться, когда они случились, и какие вероинтивные методы использовать для предотвращения ошибок. Немножечко вспомогательные инструменты и полезные ссылки будут. Итак, начнем. Первая история, в которой мы забываем про открытые транзакции про открытые транзакции Postgres SQL. Я использовал тестовую базу данных, где у меня было две таблички. Одна табличка с счетами клиентов, другая с операциями по этим счетам. И с какой-то периодичностью мы обновляем остатки на этих счетах. Исходные данные таблички, она достаточно небольшая, 2 мегабайта. Время ответа по базе и конкретно по табличке тоже очень хорошее. И достаточно хорошая нагрузка, 2000 операций в секунду по табличке. И сквозь есть доклад. Я буду вам показывать графики, чтобы наглядно было понятно, что происходит. Всегда будет два слайда с графиками. Первый слайд – это у нас, что происходит в общем на сервере. И в данной ситуации мы видим то, что у нас действительно табличка небольшого размера, индекс небольшой. Это первый слева график. Два мегабайта, как положено. Среднее время ответа по серверу, оно тоже стабильное, небольшое. Это справа верхний график. Левый нижний график – это длительность самой длинной транзакции. Мы видим, что транзакция быстро выполняется. И автовакуум, тут он еще не работает, потому что это был старт теста. Дальше он будет работать и будет полезен нам. Второй слайд всегда будет посвящен испытуемой табличке. В этой ситуации мы обновляем постоянно остатки по счетам у клиента. И мы видим то, что среднее время ответа по операции обновления, оно достаточно хорошее, меньше миллисекунды. Видим, что ресурсы процессора – это справа верхний график – потребляются тоже равномерно и достаточно небольшие. Справа снизу график показывает, сколько памяти операционной и дисковой перебираем в поисках нашей нужной строчки, прежде чем ее обновить. И количество операций по табличке – 2000 в секунду, как Игорь вначале говорил. И теперь у нас происходит трагедия. По какой-то причине возникает длинная забытая транзакция. Причины на самом деле бывают, все они банальные и укладываются в это. Одна из самых распространенных – то, что мы в приложении, в коде начали обращаться к внешнему сервису. И этот сервис нам не отвечает. То есть мы открыли транзакцию, сделали изменения в базе и пошли, не знаю, там, из приложения почту почитать или к другому сервису в рамках нашей инфраструктуры. И он по какой-то причине нам не отвечает. И у нас повисла сессия в состоянии, неизвестно, когда разрешится. Вторая ситуация, когда у нас в коде по какой-то причине произошел эксепшен, и мы в эксепшене не обработали закрытие транзакции. И у нас получилась висящая сессия с открытой транзакцией. И последний, тоже довольно частый случай, это некачественный код. Довольно часто некоторые фреймворки открывают транзакцию, и она висит, и вы даже можете не знать в приложении, что она у вас висит. К чему ведут такие вещи? То, что у нас начинает резко раздуваться таблицы и индексы. Это как раз тот самый эффект болота. Для базы это будет выражаться в том, что у нас очень резко увеличится время ответа базы данных, увеличится нагрузка на сервер базы данных, и как итог у нас будет страдать приложение. Потому что если у вас в коде вы тратили 10 миллисекунд на запрос базу, 10 миллисекунд на свою логику, у вас функция отрабатывала 20 миллисекунд. А сейчас у вас ситуация будет совсем печальная. И давайте посмотрим, что происходит. левый и нижний график нам показывает то, что у нас есть длинная, долгая транзакция. И если мы посмотрим на левый верхний график, то мы видим, что размер таблицы с 2 мегабайт у нас резко скакнул в 300 мегабайт. При этом количество данных в таблице не изменилось, то есть там достаточно большое количество мусора. Общая ситуация по среднему времени ответа сервера тоже у нас изменилась на несколько порядков. То есть все запросы по серверу начали капитально проседать. И при этом запустились внутренние процессы процессы Postgres в лице автовакуума, который что-то пытается делать и потребляет ресурсы. Что же с нашей табличкой происходит? То же самое. Среднее время ответа по табличке у нас скакнуло на несколько порядков вверх. Если конкретно по потребляемым ресурсам, то мы видим, что очень сильно увеличилась нагрузка на процессор. И увеличилась она, это правый верхний график увеличилась она, потому что процессору переходится перебирать кучу бесполезных строчек, которые в поисках одной нам нужны. Это правый нижний график. И как результат, количество вызов в секунду у нас начало просаживаться очень сильно, потому что база просто не успевает обрабатывать то же количество запросов. Собственно, нам надо возвращаться к жизни. Лезем в интернет, узнаем, что длинные транзакции приводят к проблеме. Находим и убиваем эту транзакцию. И у нас все становится нормально. Сервис снова задышал, все работает как надо. Мы успокоились, но через некоторое время замечаем, что приложение на самом деле работает не так же, как это было до аварийной ситуации. Запросы обрабатываются все равно медленнее. Причем существенно так может обрабатываться. Полтора-два раза конкретно в моем примере. Нагрузка на сервер тоже выше, чем была до аварии. И вопрос, что же на самом деле произошло, что там с базой происходит в этот момент. А с базой происходит следующая ситуация. На графике с транзакцией вы видите, что она остановилась и действительно там нету длительных транзакций. Но размеры таблички во время аварии у нас фатально выросли и с тех пор не уменьшились. И они не уменьшатся у нас. Среднее время по базе стабилизировалось. И ответы вроде ходят адекватно и с приемлемой для нас скоростью. Автовакуум стал более активным и начал что-то делать с табличкой, потому что ему нужно перелопачивать большее количество данных. Конкретно по испыту мы таблички с щитами, где мы изменяем остатки. Не знаю, насколько вам хорошо видно, время ответа по запросу вроде бы вернулось в норму, но на самом деле она в полтора раза выше. Но вот по нагрузке на процессор мы видим, что нагрузка на процессор не вернулась точно в нужную величину до аварии. И причина там кроется как раз в этих правых графиках, правом нижнем. Видно, что там происходит все равно перебор какого-то количества памяти. То есть для поиска нужной строчки мы тратим ресурсы сервера базы данных для перебора каких-то бесполезных данных. Количество транзакций в секунду стабилизировалось. Но, в общем, хорошо, но ситуация хуже, чем была. Явно и деградация базы данных как следствие нашего приложения, которое работает с этой базой данных. И чтобы разобраться, что там происходит, если вы не были на предыдущем докладе, то сейчас немножечко теории. Теория о процессе внутреннем, автовакуум. Зачем он и что он делает? Буквально в карации для понимания. В какой-то момент времени мы имеем таблицу. В таблице у нас находятся строчки. Эти строчки могут быть в состоянии нужные нам, активные, живые, прямо вот сейчас нужны. На картинке они помечены зеленым цветом. И есть строчки мертвые, которые уже отработали, были обновлены, по ним появились новые записи. Она помечена как уже неинтересная в базе данных. Но лежит таблица из-за особенностей модели MVCC Postgres. Зачем нужен автовакуум? Автовакуум в какой-то момент у нас приходит, обращается к базе данных и спрашивает ее. Дай мне, пожалуйста, ID самой старой транзакции, которая открыта на данный момент в базе данных. База данных возвращает этот ID, и автовакуум, опираясь на него, перебирает строчки в таблице. И если видит, что какие-то строчки были созданы, изменены транзакциями куда более старыми, он имеет право их пометить как для строчки, которые мы можем переиспользовать в будущем, записать туда новые данные. Мы в это время… Это фоновый процесс. Мы в это время продолжаем работать с базой данных, какие-то изменения в таблице производить. И вот на эти строчки, которые мы можем переиспользовать, мы постоянно записываем новые данные. И таким образом у нас получается круговорот места в табличке. То есть все время там возникают какие-то мертвые старые строки. Вместо них мы записываем новые строки, которые нам нужны. И это нормальное состояние для работы Postgres SQL. Что же произошло у нас во время нашей аварии? Как там происходил этот процесс? Мы имели табличку в каком-то состоянии, какие-то живые, какие-то мертвые строчки. Пришел автовакуум, он также спросил базу данных о том, какая у нас самая давняя транзакция, какой у нее айдишник. Получил этот айдишник, который может быть многочасовой давности, может там 10-минутный. Все зависит от того, насколько сильная нагрузка у вас в базе данных. И пошел искать строчки, которые он может помечить как переиспользуемые. И не нашел таких строчек у нашей таблицы. Но мы в это время продолжаем работать с таблицей, что-то делаем, обновляем, меняем данные. А что в базе данных в это время делать? И ничего не остается, как дописывать новые строчки в конец существующей таблицы. И этим самым у нас размер таблицы начинает раздуваться. Реально нам для работы нужны зеленые строчки. Но во время вот такой проблемы у нас получается, что процент зеленых крайне низок во всем объеме таблицы. А когда мы выполняем запрос, в базе данных приходится пробегаться по всем вот этим вот и красным, и зеленым строчкам в поисках нужной нам строчки. И вот этот эффект раздутия таблицы бесполезными данными называется как раз болот, который еще и жрет наше дисковое пространство. Ну то есть помните, 2 мегабайта, 300 мегабайт, а теперь мегабайты на гигабайты поменяете, и вы так достаточно быстро решите всех запасов своих дисковых ресурсов. Собственно, как этот болот, какие последствия для нас? Таблицы индекс, вот в моем примере, 150 раз выросли. У некоторых наших клиентов бывали более фатальные случаи, когда просто место на диске начинало заканчиваться. Размер таблиц сам по себе никогда не уменьшится. Автовакуум в некоторых случаях может отрезать хвостик таблицы, если там только мертвые строчки. Но так как происходит постоянная ротация, и одна зелененькая строчка может в конце зависнуть и не обновляться, а все остальные, они там где-то в начале таблички будут записываться, но в общем это настолько маловероятное событие, что у вас сама по себе таблица уменьшится в размерах, что не стоит на это надеяться. Соответственно, в базе данных нужно перебирать вот эту вот всю кипу бесполезных строчек уже, ненужных. И этот мы тратим дисковые ресурсы, тратим ресурсы процессора и, собственно говоря, электроэнергию. И это непосредственно влияет на наше приложение, потому что если вначале мы тратили 10 миллисекунд на запрос, 10 миллисекунд на наш код, во время аварии мы стали тратить секунду на запрос, 10 миллисекунд на код, то есть как бы на порядок у нас производительность приложения напрямую снизилась, то когда разрешили аварию, у нас 20 миллисекунд на запрос, 10 миллисекунд на код, все равно мы просели в полтора раза по производительности. И все, собственно говоря, из-за какой-то одной транзакции, которая подвисла, причем по нашей же вине вполне возможно. И вопрос, собственно, как эту ситуацию вернуть назад, чтобы нам стало все хорошо и у нас снова достаточно быстро забегали, быстро так же, как до аварии, забегали запросы, и мы могли спокойно спать. Собственно, для этого есть определенный цикл работ, который проводится. Первонаперво нам необходимо найти проблемные таблицы, которые раздулись. Ну, мы понимаем то, что каким-то таблицам запись идет более активно, по каким-то менее активно, и для этого используется расширение pg-stat-тапов в Postgres. Установив это расширение, вы можете написать запросы, которые помогут вам найти таблицы, которые раздулись достаточно сильно. После того, как вы нашли эти таблицы, их необходимо сжать. Для этого есть уже инструменты. В нашей компании мы используем три инструмента. Первый встроенный в вакуум-фул, жестокий, суровый, беспощадный, но иногда он очень полезен. pg-repack и pg-cap-table – это сторонние утилиты для сжатия таблиц, и они более бережно относятся к базе данных, используются в зависимости от того, что вам удобнее. Но это я расскажу в самом конце. Главное, что три инструмента есть, есть из чего выбрать, и хорошо. И после того, как мы все поправили, убедились, что все хорошо стало у нас снова, мы должны знать, как предотвратить нам эту ситуацию в будущем. Предотвращается она достаточно легко. Нужно следить за длительностью сессий на мастер-сервере. Особенно опасные сессии в состоянии dual transaction – это те, которые как раз открыли транзакцию, что-то сделали и ушли курить, пить чай, что-то делать, ожидать другой сервис, или просто повислись, потерялись в коде. И для вас, как для разработчиков, важно тестировать код на момент возникновения данных ситуаций. В принципе, это несложно сделать, смоделировать ситуацию. Очень полезная и важная проверка будет для вас. Избежите достаточно большинства детских проблем, связанных с длительными транзакциями. На этих графиках я вам хотел показать, как изменилась табличка и поведение базы данных. После того, как я прошел в данном случае vacuum foam по табличке, это у меня все-таки не продакшн, видите, что размер таблицы вернулся сразу в нормальное состояние рабочее. там пара мегабайт. На среднее время ответа по серверу это не сильно повлияло. Но вот конкретно по нашей испытуемой табличке, где мы обновляли остатки на счетах, мы видим, что среднее время ответа по запросу обновления данных таблички, оно сократилось до аварийного уровня. Ресурсы, потребляемые процессором на выполнение этого запроса, тоже упали до аварийного уровня. И правый нижний график нам показывает, что сейчас мы находим ровно ту строчку, которая нужна нам сразу, не перебирая вот этот вот скоб мертвых строчек, который был до сжатия таблицы. И среднее время запросов примерно на том же уровне осталось. Но тут у меня, скорее, погрешность моего железа. На этом первая история закончилась. Она самая распространенная и случается у всех, вне зависимости от опыта клиента, насколько там квалифицированные программисты, рано или поздно это происходит. История вторая. Мы уже выросли, стали серьезными ребятами и понимаем, что у нас есть, как у серьезных ребят, реплика, и что хорошо бы нам сбалансировать нагрузку. Писать на мастер, а с реплики читать то, что мы можем читать. И обычно эта ситуация возникает, когда мы хотим готовить какие-то отчеты или ETL. И бизнес этому очень радуется. Он очень хочет разнообразных отчетов с кучей аналитики всякой сложной. И мы говорим, хорошо, отчеты многочасовые, потому что сложную аналитику не почитаешь за миллисекунды. Мы, как правило, ребята пишем код, делаем в приложении вставки, то, что запись мы идем на мастер, отчеты выполняем на реплики, распределяем нагрузку, все у нас хорошо и все работает отлично. Мы молодцы. И как эта ситуация выглядит? Конкретно на этих графиках я еще для длительности транзакций добавил длительность транзакции с реплики. Все остальные графики, они относятся только к мастер-серверу. Как бы акцентирую на это внимание. Табличка со счетами к этому моменту у меня подросла, их стало больше, но мы видим, что среднее время ответа сервера оно стабильное. Мы видим, что на реплике у нас есть длительная транзакция, которая работает 2 часа, по-моему. Да, 2 часа. Видим спокойную работу автовакуума, который обрабатывает мертвые строчки. Все у нас хорошо. Конкретно по испытуемой табличке мы продолжаем там обновлять остатки на счетах. И тоже у нас стабильное время ответа по запросу, стабильное потребление ресурсов. Все у нас хорошо. Все хорошо до момента, пока у нас эти отчеты не начинают отстреливаться по конфликту с репликацией. И отстреливаются они с постоянной периодичностью. Мы лезем в интернет и начинаем читать, почему это происходит. И находим решение. Первое решение – увеличить задержку репликации. Мы знаем, что у нас отчет работает 3 часа. Ставим задержку репликации 3 часа. Запускаем все. Но у нас все равно продолжаются проблемы с тем, что отчеты иногда отстреливаются. Мы хотим, чтобы у нас все было идеально. Лезем дальше, читаем в интернете, находим такую классную настройку, как HotStandByFeedback. Включаем его. HotStandByFeedback позволяет нам придержать работу автовакуума на мастере. Тем самым мы совсем избавляемся от конфликтов репликации. И у нас все работает хорошо с отчетами. А что же в это время у нас происходит с мастер-сервером? А с мастер-сервером у нас происходит тотальная беда. Сейчас мы наблюдаем графики, когда я включил обе эти настройки. Извините. И мы видим, что сессия на реплике у нас каким-то образом стала влиять на ситуацию на мастер-сервере. Она действительно влияет, потому что она приостановила автовакуум, который вычищает мертвые строки. У нас размер таблицы снова скакнул в небеса. Среднее время выполнения запросов по всей базе данных, не конкретно по нашей таблице, а именно по всей базе данных, тоже скакнуло в небеса. Автовакуумы чуть-чуть поднапряглись. Конкретно по нашей табличке мы видим то, что по ней обновление данных тоже скакнуло в небеса. Потребление ресурсов процессора аналогично очень сильно увеличилось. Опять же мы перебираем большое количество мертвых бесполезных строчек, и время ответа по этой табличке количество транзакций в секунду упало, снова просело. Как это будет у нас выглядеть, если мы не знаем о том, о чем я говорил до этого? Мы начинаем искать проблемы. Если мы сталкивались с проблемами в первой части, мы знаем, что это может быть причиной длины транзакции, и лезем на мастер. Проблема у нас на мастере. Колбасит его. Он греется, у него LA под 90, под сотню. Запросы там тормозят, но мы там не видим никаких длительных транзакций, не понимаем, в чем дело. Где же искать? Начинает подцеплять всех специалистов. В общем, проверяем серверное оборудование. Может, у нас развалился рейд, может, у нас сгорела планка памяти. Да что угодно. Нет сервера новые, все работает отлично. Бегают все администраторы, разработчики, даже директора там в итоге приходят, может, он поможет. Ничего не помогает, и в какой-то момент все неожиданно само начинает исправляться. Как это дело происходит на практике? На реплике. У нас в это время запрос отработал, ушел. Мы получили отчет, бизнес все еще довольный. А в управлении ситуации, как видим, табличка у нас выросла снова и не собирается уменьшаться. На графике с сессиями, вы видите, я оставил специально кусочек вот этой длинной транзакции с реплики, чтобы вы могли оценить, насколько длительное время проходит, пока ситуация стабилизируется. Сессия ушла, и мы не сразу, а только через какое-то время сервер приходит более-менее в порядок, и среднее время ответа по запросам на мастер-сервере приходит в норму. Потому что наконец-то автовакуум получил возможность вычищать, помечать в эти мертвые строчки, и он начал делать свою работу. И насколько быстро он ее делает, настолько быстро мы придем в порядок. По испытываемой табличке, где мы обравляем остатки по счетам, мы видим точно такую же картину. Среднее время обновления счета тоже нормализуется постепенно, но ресурсы, потребляемые процессором, перебор памяти дисковых систем, он тоже уменьшается, и количество транзакций в секунду возвращается в норму. Но опять-таки в норму не такую, какая она была у нас до аварии. Мы в любом случае получаем просадку производительности, как и в первом случае, там в полтора-два раза, а иногда и больше. И вопрос, собственно говоря, а как делать правильно? Мы вроде сделали все правильно, распределили нагрузку, как бы оборудование не простаивает, по уму разбили запросы, и все равно все плохо получилось. Не включать какой-то stand-by-feedback? Да, его в принципе никогда без специально особых сильных причин не рекомендуется включать, потому что это крутилка, которая непосредственно влияет на мастер-сервер и приостанавливает работу автовакуума там. Включив его на какой-то реплике, забыв про это, вы можете себе убить мастер и получить большие проблемы с приложением. Увеличивать max stand-by streaming delay? Да, для отчетов это так. Если у вас трехчасовой отчет, вы не хотите, чтобы он у вас падал из-за конфликтов репликации, просто увеличите задержку. Длительный отчет, он у вас никогда не требует данных, которые пришли в базу прямо сейчас. Если он у вас трехчасовой, значит вы его запускаете за каким-то старым периодом данных, и вам что три часа задержки, что шесть часов задержки, никакой роли не сыграет. Но зато вы будете стабильно получать отчеты и не знать проблем с падением их. Естественно, нужно контролировать длительные сессии на репликах, особенно если вы все-таки решили включить hot stand-by feedback на реплики. Потому что может быть что угодно. Дали эту реплику разработчику, чтобы он потестировал запросы. Он написал сумасшедший запрос, запустил и ушел пить чай, а мы получили сложившийся мастер. Или мы туда пустили не то приложение. Ситуации разнообразные. Сессии на репликах необходимо контролировать так же тщательно, как на мастере. И если у вас есть быстрые и длительные запросы, которые вы отправляете на реплику, то в данном случае лучше для распределения нагрузки разбить их, это как бы ссылочка к стриминг-дилей. Для быстрых иметь одну реплику с небольшой задержкой репликации, для длительных запросов отчетных иметь реплику, которая может отставать на 6 часов, на сутки. Это вполне нормальная ситуация. Устраняем последствия все тем же способом. Находим раздутые таблицы и сжимаем наиболее удобным инструментом, который нам подходит. История вторая на этом завершилась. Переходим к истории третьей. Тоже довольно обычной для нас, которой мы делаем миграцию. Любой программный продукт, он растет, меняются к нему требования, мы в любом случае хотим развиваться. И в некоторых ситуациях возникает, некоторые ситуации бывают такие, что нам необходимо обновить данные в таблице, именно прогнать апдейт в плане нашей миграции. Под новый функционал, который мы для этого, который мы внедряем в рамках нашего развития. Старый формат данных не устраивает. Допустим, сейчас мы обратимся ко второй табличке моей тестовой базы данных, где у меня операции по этим счетам. И давайте, допустим, они были в рублях, а мы решили повысить точность и делать ее в копейках. И для этого нам нужно сделать апдейт поля с суммой операций, умножив его на 100. Мы в современном мире используем, естественно, автоматизированные средства, контроль версии данных, допустим, LiquidBase. Прописываем туда нашу миграцию, тестируем ее на нашей тестовой базе. Все отлично, апдейт проходит, блокируют работы на некоторое время, но зато мы получаем обновленные данные и можем запускать новый функционал на этом. Все тестировали, проверили, все подтвердили, провели плановые работы, провели миграцию. Вот, собственно говоря, миграция с апдейтом представлена перед вами. То есть до апдейта мы имели в этот раз, так как это у меня операция по счетам, табличка 15-гигабайтная была там в таком пределе. Соответственно, так как мы обновляем каждую строчку, мы апдейтом раздули табличку в два раза, потому что мы перезаписали каждую строчку. На время миграции мы, естественно, ничего не могли делать с этой табличкой, потому что все запросы к ней встали в очередь и ждали, пока закончится этот апдейт. Но тут я хочу вас просто обратить внимание на циферки, которые на графике на вертикальных на вертикальной оси. То есть мы имеем среднее время запроса до миграции в районе 5 миллисекунд. И нагрузки на процессор и количество блочных операций по чтению памяти дисков в районе меньше, чем 7,5. Что же у нас… провели миграцию, мы получили снова проблемы. Миграция прошла успешно, у нас все хорошо. Но старый функционал, который мы просто повесили точность, он стал выполняться дольше все равно. И таблица снова выросла в размерах. Нагрузка на сервер снова стала больше, чем была ранее. И, естественно, мы еще пока возимся с тем функционалом, который работал хорошо, мы его немножечко улучшили. И это снова болот, который нам снова и портит жизнь. Собственно, тут я демонстрирую вам то, что таблица, как и в предыдущих двух случаях, не собирается возвращаться к предыдущим размерам. Средняя нагрузка по серверу вроде бы адекватная. А вот если мы обратимся к таблице со счетами, то мы увидим, что среднее время запроса у нас выросло в два раза к этой табличке. Нагрузка на процессоры, нагрузка на… и количество перебираемых строчек памяти скакнуло выше 7,5, а было ниже. И скакнуло в случае процессора в два раза, в случае блочных операций в полтора раза. То есть мы получили деградацию производительности сервера и как следствие деградацию производительности нашего приложения. При этом количество вызовов, оно примерно на уровне осталось. И тут главное понимать, как правильно делать такие миграции. А их приходится делать. Как бы мы довольно постоянно делаем эти миграции. Первый, такие большие миграции никогда не делаются автоматически. Они всегда должны быть подконтрольные. И необходим контроль со стороны знающего человека. Если у вас есть DBA в команде, пускай это делает DBA, это его работа. Если нет, то наиболее опытный человек, который знает, как работать с базами данных. Новую схему базы данных, даже в случае, если мы обновляем один столбец, мы всегда подготавливаем этапами. То есть заранее, до того, как выкатятся новые приложения, версии приложения. Конкретно с обновлением полей таким большим, мы всегда добавляем новое поле, в которое будем записывать как раз обновленные данные. И переносим данные старого поля в новое поле небольшими частями, адекватными. Почему мы это делаем? Первое-наперво, мы всегда контролируем прогресс этого процесса. Мы знаем, что мы перенесли уже столько батчей, и нам осталось столько-то. А второй положительный эффект, что между каждым таким батчем мы закрываем транзакцию, открываем новую, и это дает возможность автовакууму отработать по табличке и пометить мертвые строчки к переиспользованию. Для строчек, которые будут появляться в процессе работы приложением, у нас еще работает старое приложение, добавляем триггер, который записывает сразу и старые фарвати, которые приложение передало данные, и в новое поле, уже в нашем случае умноженное на 100. Если мы совсем упертые хотим то же самое имя поля, то по завершению всех миграций и перед накатом на версии приложения мы просто переименовываем поля старое в какое-нибудь придуманное название, а новое поле переименовываем старое. И после этого уже только запускаем новую версию приложения. И при этом мы не получим болота и не просядем по производительности. На этом третья история закончилась. И сейчас немножечко более подробно об инструментах, которые я упоминал в самой первой истории. Для того, как искать блоут, нужно обязательно поставить расширение пиджиста от Table. Чтобы вам не придумывать запросы, мы в своей работе уже написали эти запросы, и вы можете их использовать. Тут представлены два запроса. Первый довольно длительно работает, но зато он вам покажет точные значения блоута по таблице. Второй, он работает побыстрее и очень эффективен, когда нужно быстро оценить, есть блоут, нет блоута по таблице. Если у вас… Ну, и еще вы должны понимать, что блоут в таблицах Postgres есть всегда. Это особенности его модели MVCC. И 20% блоут – это нормально для таблиц в большинстве случаев. То есть вам не стоит переживать и сжимать эту таблицу. В общем, как выявлять таблицы, которые у нас распухли, мы разобрались. Причем распухли бесполезными данными. О том, как исправлять блоут. Если у нас небольшая табличка и хорошие диски… Ну, в общем, на табличках до гигабайта вполне возможно использовать Vacuum Full. Возьмет он у вас блокировку на таблицу эксклюзивную на несколько секунд. И ладно, зато быстро все сделать жестко. Что делает Vacuum Full? Он берет эксклюзивную блокировку на таблицу и из старых файлов таблицы переписывает живые строки в новую таблицу и в конце подменяет их местами. Старые файлы удаляет, новые подставляет вместо старых. Но на время своей работы он берет эксклюзивную блокировку таблицы. Это означает для вас то, что вы с этой таблицей ничего не сможете сделать. Не писать в нее, не читать в нее, не модифицировать ее. Следующий инструмент, и, как сами понимаете, Vacuum Full требует дополнительное место на диске, чтобы записать данные куда-то. Следующий инструмент — PgRepack. По своему принципу он очень похож на Vacuum Full, потому что он тоже берет, переписывает данные из старых файлов, новые и подменяет их в таблицы. Но при этом не берет эксклюзивную блокировку на таблицу в самом начале своей работы, а берет только в момент, когда у него уже готовые данные, для того, чтобы просто подменить файлики. Требования по дисковым ресурсам у него аналогичны, как у Vacuum Full. Вам нужно дополнительное место на дисков, а это иногда бывает критично, если у вас терабайтные таблицы. И довольно прожорлив по процессору, потому что идет активную работу с вводом-выводом. Третья утилита — PgCompactTable. Она более бережно относится к ресурсам, потому что работает немного по другим принципам. PgCompactTable — основная суть у него в том, что он апдейтами в таблице переносит все живые строки в начало таблицы. И потом запускает Vacuum по этой таблице, потому что мы знаем, что у нас в начале живые, а в конце — мертвые строки. И Vacuum уже сам отрезает этот хвостик. То есть дополнительного дискового пространства он не сильно требует. И при этом его еще можно по ресурсам ужимать потребляемым. С инструментами все. Если вам тема блоута покажется интересной в плане покопаться дальше внутрь, то вот вам некоторые полезные ссылки. Первая ссылка — это доклад моего коллеги. Он вообще общий о том, куда девается место. В процессе его работы и жизни. И там очень большой подробный кусок технический для администраторов баз данных есть о блоуте. Вторая ссылка — это ссылка на наш репозитарий, где мы храним кучу полезных скриптов на проверку состояния базы данных. Там вы можете найти скрипты по поиску блоута. Третья ссылка — это третья, четвертая — на инструменты, которые вам помогут ужимать таблички. И последнее — это пост моего коллеги. Там он довольно серьезно и подробно технически разбирает блоут именно уже на уровне близким к администраторам. Я тут постарался показать больше страшилку для девелоперов, потому что они являются непосредственными нашими клиентами именно базы данных и должны понимать, к чему, какие действия ведут. Надеюсь, у меня это получилось. Спасибо за внимание. На этом я все. Вопрос. Спасибо за доклад. По поводу висячих вопросов. Вы говорили о том, как можно выявлять проблемы, а как их можно предупреждать. То есть у меня была ситуация, когда запросы висели не только по причине того, что они обращались к каким-то внешним сервисам, это были просто какие-то дикие джойны, например, невероятные, а были какие-то просто малюсенькие запросы безобидные, которые сутки висели, например, потом они начинали творить какую-то ерунду. То есть очень похоже на то, что вы описываете. Ну, то есть как это отслеживать, сидеть постоянно, смотреть, какой запрос завис или как вообще это все предупредить? Ну, в данном случае это задача для администраторов вашей компании. Не обязательно DBA, это может быть просто дилус. Если я администратор. Нужно мониторить, запрашивать. В Postgres SQL есть такое представление PG-stat-activity, в котором показаны висящие запросы. И вы можете увидеть, насколько долго он там висит. Если он у вас длительный… Да, но вот я должна каждые 5 минут заходить… По крону, настройте крону и проверяйте. Если у вас возник длительный запрос, пишите письмо и все. То есть вам не нужно как бы глазами смотреть. Это можно автоматизировать. Вам придет письмо, вы уже как на алерт на него реагируете. А можете автоматически отстреливать эти сессии. Какие-то явные причины того, почему это происходит? Есть? Ну вот я некоторые перечислил. Другие они просто более сложные примеры. И там разговор надолго просто может быть. Спасибо за доклад. Я вот сзади. Ага. Про утилиту, PG Repack. Если он не делает эксклюзивную блокировку, получается я… Он делает эксклюзивную блокировку. Я потенциально могу потерять данные. То есть мое приложение в это время не должно ничего записывать в эту таблицу. Нет, оно спокойно работает с таблицей. То есть PG Repack переносит сначала все живые строчки, которые есть. А естественно там какая-то запись в таблицу происходит. Он просто этот хвостик докидывает. То есть он в конце все-таки делает… В конце он берет эксклюзивную блокировку на то, чтобы подменять местами вот эти файлы. Но она кратковременная. Вакуумфул, он как стартанул, взял эксклюзивную блокировку, и пока он все не сделает, он не отпустит ее. А PG Repack берет эксклюзивную блокировку только на момент замены файлов. То есть в этот момент вы туда не запишите, но как бы данные не потеряете, все в порядке будет. Здравствуйте, я сзади вас. Вопрос такой. Вы рассказывали про работу автовакуума. Там был график красный, желтый и зеленый ячейки, да, записи? Да, да. То есть вот эти желтые, это он их пометил как удаленные, и впоследствии в них можно что-то записать новое, какую-то запись. Да, смотрите, как происходят MVCC модельки. То есть Postgres, он не удаляет строчки. Ну, специфика такая у него. То есть если мы обновили строчку, мы старую пометили как удаленную, там встает ID-шник транзакции, который изменил эту строчку, и записываем новую строчку. В какой-то момент вот эти старые, у нас есть сессии, которые могут потенциально их читать. В какой-то момент мы уже, ну, они совсем старыми становятся, и автовакуум, его суть работы в том, что он пробегается вот по этим строчкам и помечает их как ненужными, и туда можно перезаписать данные. Я понял, но вопрос немножко не в этом не договорил. Предположим, что у нас таблица, в ней есть поля переменного размера, там, JSON-B, текст, ну, варчар или что-нибудь такое, бинарник просто, грубо говоря. Если я попытаюсь что-то вставить новое, то он может просто в старую ячейку не влезть. Получается, что автовакуум для таких… Нет, там в любом случае вся строчка обновляется. У Postgres есть две модели хранения данных, ну, то есть он там выбирает от типа данных. Есть данные, которые хранятся непосредственно таблицей, а есть еще так называемые тост данные. Это большие какие-то объемы данных, там, текст, те же самые JSON-ы, они хранятся в отдельных табличках. И по этим табличкам происходит та же история с блотом. То есть все то же самое. Вот, просто отдельно они вынесены. Спасибо за доклад. А я здесь позади вас. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, насколько приемлемо использовать для ограничения длительности запроса statement timeout? Очень приемлемо. Мы, в принципе, везде это используем. Причем так как мы, ну, у нас своих сервисов нет, мы как бы удаленную поддержку от сорса оказываем. То есть довольно разнообразные клиенты, и всем вполне удовлетворяет это. То есть у нас есть задания в кроне, которые проверяют. Просто с клиентом оговаривается длительность сессий, которые, ну, раньше которой мы не пробиваем. То есть это может быть минута, это может быть 10 минут. Это зависит от нагрузки на базу, ну, ее цели, для чего она используется. Но у всех мы используем пиджи за стат стейтенес для этого. Спасибо. Стат активити. Спасибо за доклад. Я тут? Да-да. Пытаюсь примерить ваш доклад к своим приложениям. И вроде бы мы везде стартуем транзакцию, везде явно ее завершаем. Если какой-то эксепшн, то все равно роллбэк происходит. Но тут я задумался, ведь может транзакция стартануть неявно. Это подсказка, опять же, к девушке, да, наверное. Если я просто делаю обновление записи, транзакция стартанет ведь в PostgreSQL и завершится она только тогда, когда произойдет отключение соединения? Это зависит, если вы говорите сейчас об уровне приложения, это зависит от того драйвера, который вы используете, от того RRM, который используется. Там очень много настроек. Если у вас включен автокомитон, то там на транзакцию, ну, просто на апдейт он стартует транзакция, тут же закрывается. То есть закрывается она сразу после апдейта? Зависит очень от настроек. Ну, вот одну настройку я сказал. Автокомитон, она довольно распространенная. То есть если она включена, то открылась, закрылась транзакция. Если вы явно не сказали стартанзакшн, ентранзакшн, а просто запустили там в сессию запрос. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня к вам такой вопрос. Представим, что у нас есть база, которая пухнет, пухнет и пухнет, и тут на сервере кончается место. Есть какие-нибудь инструменты, чтобы исправить такую ситуацию, и вообще есть ли жизнь после такой ситуации? Ну, вообще место на сервере надо по-хорошему мониторить. Ну, вот дебе и пошел пить чай, был на курорке. Ну, смотрите, когда создается файловая система, там как минимум какое-то резервное место, резервируется место, куда не пишется данные. Вот если совсем под ноль. Ну, там так и называется резервит спейс, то есть его можно освободить, и вы получите в зависимости от того, насколько большой мы его создали. Честно говоря, по умолчанию я не знаю сколько. А в другом случае, ну, доставлять диски, чтобы у вас было место провести операции восстановительные. Я понял. Ну, такой маленький лайфхак, мы попадали в такую ситуацию. Не, можно тронкейтнуть таблицу какую-нибудь, которая вам, вы знаете, что гарантированно не нужна. Или вы решите ее восстанавливать из бэкапа. Или индексы дропать. Других инструментов нет. Это всегда ручная работа и по месту там выявляется, что лучше сделать. Потому что есть данные критичные, есть некритичные. И как бы для каждой базы, ну, и приложение, которое с ней работает, это от бизнеса зависит. Ну, то есть всегда по месту решается. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Можно я тоже задам вопрос? Нет, на самом деле два вопроса. Во-первых, вы демонстрировали в слайде, там показывалось, что в случае завидующих транзакций растет как и объем табличного пространства, так и размер индекса. И дальше по докладу была куча утилит, которые пакуют табличку, а что с индексом? Он так и остается? Они тоже пакуют их. Ну, вакуум не затрагивает индекс. Некоторые PgRepack, PgCompactTable работают с индексами. В случае с вакуумом, как это не затрагивает? Он, по-моему, пересоздает индексы, да, затрагивает их. Вакуумфул перестраивает. Не просто вакуум, вакуумфул. Вакуумфул, у него суть-то как раз все перезаписать. То есть он совсем работает. И второй вопрос. Я просто на самом деле не понял, почему отчеты на репликах так сильно зависят от самой репликации. Мне казалось, что отчеты – это чтение, а репликация – это запись. Они должны быть зависимыми. Ну, смотрите, в чем возникает конфликт репликации. Ну, вы вроде Виктора слушали. У нас есть мастер, на котором происходит процесс. У нас происходит автовакуум. Автовакуум по факту что делает? Он выпиливает какие-то старые строчки. Если у нас в это время на реплике идет запрос, который читает эти старые строчки, а на мастере произошла ситуация, что автовакуум пометил эти строчки, как возможные к перезаписи. Мы их перезаписали. И у нас пришел этот пакет данных, когда мы должны перезаписать те строчки, которые нужны запросы на реплике, то процесс репликации, он подождет тот тайм-аут, который определён по умолчанию 5 минут, не по умолчанию, как настроите. И потом Postgres SQL будет решать, что важнее для него. А репликация для него важнее, чем запрос, и он отстрелит запрос, чтобы выполнить эти изменения на реплике. Андрей, вопрос тоже. Вот эти вот замечательные графики, которые вы показывали. Так, 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 так. Во время презентации это результат работы, который какой-то ваш утилит, или можно получить это себе? Чем строили графики? Чем я строю графики? Там стенд есть, ребята, Акметр называется. Это их как раз сервис. Это коммерческий продукт, нет? Да, они коммерческий продукт. Спасибо. К сожалению, у нас уже не осталось времени на вопросы. Скажите, пожалуйста, а вы можете выделить какой-то один, который вам, возможно, понравился больше всего? Мне, в принципе, все вопросы понравились. Давайте вы кому-то одному дайте наклеечку, а остальные подходите к нам на стенд и получите наклеечки за вопрос. Так нормально будет? Да, вполне. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.